Так, это у нас кто-то еще. У нас очень просят слово вне очереди, с утра еще ждали. Абаса Алиева Илона Инверовна, у нас есть, подключилась? Здравствуйте, Илона Инверовна, нам очень приятно, что впервые на нашей площадке присутствует Дагестанский государственный университет, и мы очень рады вас видеть. Пожалуйста. Парижская. 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 Париж. Парижская. 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 Я бы хотела бы отметить, что дополнительные меры, направленные на борьбу с данным видом преступности, является принятие законодателем уголовно-правовой нормы и о незаконном применении оружия, основанном на новых физических принципах, и о создании террористического сообщества. О создании предупреждения обучения в нем. Поскольку данная мера установления уголовной ответственности, она будет иметь превентивный характер, будет способствовать предупреждению данных видов преступления. Спасибо огромное за внимание. Спасибо большое. Очень интересная тема. Действительно, есть вопросы, которые еще не урегулированы в законодательстве, но эти деяния, конечно, представляют общественную опасность. И в данных условиях очень большую общественную опасность. Есть вопросы, уважаемых участников. Совершенно верно. Еще можно одну реплику, раз вы заговорили о высокой общественной опасности. Действительно, так и есть. Совершенно право. Оружие, основанное на новых физических принципах, такая норма в данном виде оружия, она установлена в пункте 15 военной доктрины Российской Федерации, утвержденной президентом Российской Федерации в 2014 году. И в данном пункте указывается, что данный вид оружия, он сопоставим по своему действию с ядерным оружием. То есть акт применения данного вида оружия, он сопоставим с актом облучения, излучения, что в итоге, в конечном итоге, конечно, приводит к неизбежному, летальному исходу жертв таких преступлений. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну и давайте наших уважаемых золотых студентов тоже послушаем.